Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о зеленом драконе, вооруженном тремя вортексами. Напоминаю про специальную способность зеленого дракона летать и стрелять из встроенного вооружения на дистанцию 500 метров по типу гидр. У него встроенное ракетное вооружение. Плюс не забываем, что когда он летает, у него сопротивление урона в полете более 80%. То есть убить его в воздухе проблематичнее, чем убить даже фалькона на земле, когда он находится в пассивном состоянии. Гидры 12 уровень МК-2. Модули установлены. Это один ласт-тенд, чтобы дать второй шанс, да, дракон, если неудачно приземлишься. И второй модуль, один термонуклея реактор. Плюс бустеры на урон. Но все-таки это не МК-3, это именно МК-2. Вы знаете, достаточно получилась забавная и эффективная сборка зеленый дракон на вортексах. Но отыгрывать такой сборкой все-таки, друзья, нужно уметь. И в данном случае применение зеленого дракона на шактрейнах значительно эффективнее, чем на вортексах. Все-таки не совсем удобно и мощности бывает трех вортексов не всегда достаточно, чтобы окончательно противника уничтожить. Но тем не менее, все равно сборка получилась офигенная. И я назвал ее зеленая нахлобучка. Потому что нахлобучивает она достаточно жестко, особенно если хорошо в момент взлета с вертикали запулить противника вортексами. Наносит достаточно огромный урон. На самом деле, вортекс одно из немногих оружий в игре, которое является, так скажем, критовым, да, а в некоторых случаях даже ваншотным. То есть может убить с одного залпа, с одного выстрела. Но это нужно точно положить с вертикали все-таки вортексы. В идеале они лучше всего выстреливают все-таки именно со спектра, с верхней точки вертикального прыжка. То есть наносит максимальный урон. Как удалось выяснить, кто не смотрел обзоры на канале спектра на вортексах, посмотрите. Серий много, около пяти, по-моему, плюс есть. Просто файт-моменты, боевые моменты, спектр на вортексах под музыку. Кстати, сейчас красиво нахлобучили противника прямое попадание было с вортексов и сразу же добили со встроенного вооружения маленькими гидроракетками. Кстати, залетают эти ракетки за препятствия чуть ли не вертикально, отвесно. Так, убили. Убили мою зеленую нахлобучку и я вышел на аресе на гидрах. Но это уже другая история, есть на канале обзор. Арес на гидрах спиралях. Кстати, офигеннейшая сборка, которая просто вообще всех бесит на карте. И все кидались на меня только как сумасшедшие. Посмотрите обзор, кто не смотрел, вам очень понравится. А мы переходим в следующий эпизод. Зеленый нахлобучке. И будем сражаться сейчас на Дэд Сити. Этот бой я вам покажу, собственно, до конца. И на этом мы и закончим обзор. Все-таки сборка многим может показаться интересной, отыгрывать на ней можно. Но есть нюанс. Она наиболее подходит именно для малых и средних карт. На большой карте сборка может оказаться недостаточно эффективной. И два ареса, двоечка, могут застанить в воздухе зеленого дракона. И по очередной спецспособности с плазменно встроенного вооружения аресов. Сжигается он, несмотря на сопротивление урона, даже в топе. Или, по крайней мере, добивается сразу после приземления, несмотря на ласт-тенки. После приземления зеленый дракон бьется с легкостью, так же, как и обычный гриф. То есть, у него никакого сопротивления урона нет. Тоже сейчас красиво отработали цель. Прямое попадание было с вертикальной точки взлета вортексами и добили со встроенного вооружения. То есть, в принципе, эффективность нашей зеленой нахлобучки налицо. Напоминаю, стрелять по целям с энергощитом нужно поочередно. То есть, поочередное введение огня. Первая ракета подлетающая снимает энергощит. И вторая, третья уже ракета подлетающая, соответственно, бьет в корпус робота, который ничем не защищен. Какой-то там борзый спектр. Очень борзый. Думаю, что надо будет им заняться. Сейчас я спасаю свою зеленую шкурку, прячусь от него. Но спектр на скоржик достаточно наносит существенный урон. Даже на дистанции в 400 метров все-таки скоржик, тем более в МК-2, является оружием достаточно мощным. Ну, и в особенности в умелых руках. Попытался я достать спектра, но он успел отпрыгнуть. Значит, он перемещается на левый фланг, и мы им сейчас займемся. Вот сейчас, смотрите, друзья, не совершайте такой ошибки, какую сейчас совершил я, абсолютно случайно нажав на особенность дракона в момент его полета. То есть, я прекратил способность к принудительным нажатиям. И сделал я это абсолютно случайно. Играю на планшете. Те, кто играет на платформе Steam или Game Room на компьютере, от такой оплошности защищены, потому что для этого нужно отдельно нажимать пробел. А здесь, я считаю, кнопочку надо бы, конечно, повыше сделать. И очень часто бывает так, нажимая белым драконом случайно, тоже падаю. Так, вот там борзый спектр уже на левом фланге. И хочется его, конечно, поскорее прибить. Пошли ракеты. Я не попал, но добивает его Инквизитор. Красавчик. То есть, это сборочка, друзья, зеленый дракон на вортексах для спокойной, выверенной игры. Вот хорошее прямое попадание сейчас прошло у нас по инвайдеру. Думаю, надо ему добавить. Частично не прошли вортексы, не хватило траектории залета за препятствия, я находился далековато, пошли по луга. И когда цель в полете, например, в прыжке, инвайдер, да, то есть урон тоже незначительный, и вортексы в этом плане летят медленно, да. Может быть, им все-таки скорости прибавить. Было бы вообще бомба, мне кажется. Хотя, в принципе, и так достаточно критовое и уроновое вооружение. Как я говорил ранее, в принципе, ваншотное, в особенности, если использовать на спектре. Так вот, взбешенный просто, взбешенный инвайдер прыгает и добивает мою маленькую зелененькую нахлобучку. Ну, все. Я просто в бешенстве и думаю, сейчас пойду в жесточайший ближний бой и добью всех, кого, собственно, встречу. Почти пять минут прожил у меня зеленый дракон в этом бою. То есть, в принципе, живет. Отыгрывать на нем можно. Но, опять-таки, друзья, это не панацея. Рекомендую все-таки зеленого дракона лучше всего использовать. Самая лучшая сборка – это на скорже. Второстепенно, на чем можно использовать его эффективно? Это на уменьшение дистанции на 350 метров, это на таранах. Ну, и, как выяснилось, кто не смотрел обзор, обязательно посмотрите. Великолепный зеленый дракон отыгрывает на шаг-трейнах. Как ни странно, очень эффективно. И подраненные цели шаг-трейнов великолепно добивает с помощью встроенного вооружения ракетами типа Гидра. Начинаем безумство на инвайдере. Буду сейчас идти на прорыв. Буду мстить за мою зеленую нахлобучку, за то, что убили зеленого дракона. Пойду сейчас, собственно, просто и убью их всех. Не считаясь ни с какими потерями. Мех, у меня запас большой. А вот у красных уже достаточно серьезные потери. И долго такой напор они выдерживать не смогут. Здорово, ребятня. Вот это я нарвался, вышел на двух фальконов. Один сделал грамотный выбор, удрал. Но я думаю, что успею спокойно разобрать второго. Очень дерзко они себя ведут. Что-то много здесь, смотрю, фальконов. Еще один подпрыгнул. Значит, сейчас в живых на текущий момент их осталось двое. Пытаюсь помочь нашему Пурсуэру, повреждая орудийную систему сверху спектра и, соответственно, Ореса. Точно не жилец у меня паук, но я дал шанс. И все-таки успевает. Молодец, Пурсуэр, красавчик, пилот успевает добить Ореса. Забежав тому под юбку и ущипнул, соответственно, куда надо. Заходим на Оресе на огнеметном. Кстати, безумная просто сборка в ближнем бою. Очень нравится, считаю, эта сборочка антиинвайдерная. То есть великолепно выжигает просто как дихлофосом пауков. Достаточно мощная в ближнем бою. Ну и, кстати, по фальконам тоже хорошо работает. Главное не забывать про принцип действия вообще огнемета и как работает МРЦ Струид. И то, что огнемет абсолютно неэффективен по быстрым целям. Опа, ласт тент оказался у нас у фалькона, но это его не спасает. Продолжаем растерзание красной команды. Продолжаем жесточайшую месть за зеленую нахлобучку. Так, сначала справимся сейчас с холлбернером. И уже можно включать способность и добивать, соответственно, инквизитора. Устремляемся на последние силы врага, чтобы быстренько и эффективно и сердито завершить этот бой, друзья. Причем у меня в запасе еще мехи есть. Так что, в принципе, можно даже сейчас и пожертвовать этим аресам. Аресов становится все больше. Поэтому все способы борьбы, в принципе, с аресами у меня на канале показаны. Плюс, если я что-то нахожу новое, то тоже обязательно, друзья, покажу и расскажу. Вот этот арес мне нравится, очень эффективен для борьбы со спектрами, с быстрыми мехами, которые прячутся за препятствием, ожидают перезарядки способностей. И очень хорошо бьют аресов и еще роботов пантеона, которые ожидают перезарядки, прячутся за препятствием. В этом плане пины Тулумбасы за счет сплэша отлично, долгают за препятствием и поражают противника. Не тем зацепился абортик дурачок, да, таких не берут космонавты. Все, хана хаечи. И забираем, опять забираем лево-фланговый. Маяк, да, в принципе, он уже особо не нужен, но на всякий случай заберет, не помешает. Хана красной команде. Добиваем последних мехов, способность сразу включаем, как только догорел до ластенда у нас арес, и убиваем последнего робота в этом бою. И вот, собственно, все. Всем хорошего настроения, друзья. Ставим лайки, если вам понравился обзор. Стараюсь сделать для вас полезные подборки, полезные обзоры, чтобы они помогали вам в ваших боях. Всем удачи и хорошего настроения. С вами был Андрей.